В прошлый раз мы говорили о развитии христологической доктрины, развитие, которое начиналось в эпоху арианских споров в IV веке, подтолкнул к развитию этой доктрины Аполлинарий Ладикийский. В полемику с Аполлинарием вступили каппадокийцы, в частности Василий Великий, Григорий Богослов. И та проблематика, которую ввел в церковный дискурс Аполлинарий Ладикийский, стала доминирующей на протяжении последующих столетий. Прежде всего, V, VI и VII веков. Главной фигурой, которая внесла наиболее значимый вклад в развитие православной христологии, был святитель Кирилл Александрийский, архиепископ Александрии, который заложил фундамент православной христологии, то есть учение о Боговоплощении. И после святителя Кирилла развивалось несколько направлений интерпретации его богословия. Одно из направлений было представлено Халкидонским собором. И в этом смысле Халкидонский собор стал германевтическим инструментом по истолкованию богословия Кирилла Александрийского. Ряд учеников святителя Кирилла, наиболее таких консервативных, и воспринимавших его учения буквально, даже буквалистически, которые не согласились с интерпретацией, предложенной Халкидонским собором. И их собственная интерпретация предполагала то, что у Христа при Боговоплощении была лишь одна природа, хотя она и обладала полнотой божества и человечества. Тогда как Халкидонский собор, он интерпретировал учения святителя Кирилла Александрийского в смысле том, что святитель Кирилл подразумевал во Христе две природы. И вот две несовместимые интерпретации одного и того же источника, святителя Кирилла Александрийского, столкнулись и привели к возникновению схизмы, первой великой схизмы, в которую оказались вовлечены все те патриархаты, которые возникли к тому времени, пять патриархатов, римский, константинопольский, александрийский, антиохийский, иерусалимский. С одной стороны оказались римский и константинопольский патриархаты, к ним примкнул иерусалимский патриархат, которые выступили на стороне Халкидонского собора, с другой стороны оказались Александрийские антиохийские патриархаты, которые выступили на стороне тех, кто буквалистически интерпретировал святителя Кирилла Александрийского, в том смысле, что он говорил об одной природе Христа. Так вот возникла эта схизма, которая продолжается до сих пор. По одну сторону схизмы оказались церкви византийской традиции, православные церкви, по другую сторону оказались так называемые ориентальные церкви, куда входит Коптская церковь, Армянская, Сирояковицкая, включая Индийскую церковь в Индии, Эфиопская, Эритрейская церкви. Финальным этапом христологических споров стал диспут о том, сколько воль во Христе. В VII веке император Ираклий в начале VII века предложил объединить вот эти разъединившиеся части церкви, то есть Халкидонскую церковь и ту часть церкви, которая выступила против Халкидонского собора, объединить на основании формулы, которая стала известна как Монофилистская формула. Эта формула предполагает компромиссное решение между сторонниками и противниками Халкидонского собора. Компромисс заключается в том, что для сторонников Халкидонского собора в этой формуле было оставлено две природы во Христе, то есть предлагалось им продолжать верить в две природы во Христе, а для противников Халкидонского собора было предложено наряду с принятием двух природ во Христе принять одну энергию, одно действие во Христе. Нужно сказать, что для противников Халкидонского собора идея одного действия была более важной, чем даже идея одной природы, и поэтому некоторые из них пошли на этот компромисс, и в 633 году в Александрии была подписана уния между противниками и сторонниками Халкидонского собора на основании этой формулы. Но целый ряд православных богословов, прежде всего иерусалимский патриарх Сафроний, выступили против этой формулы, и они, с одной стороны, признали, что да, безусловно, во Христе мы должны говорить о двух природах, но мы также должны говорить о двух энергиях, двух действиях во Христе, потому что эти действия принадлежат не ипостаси Христа, а принадлежат двум природам. Их возражения были восприняты враждебно со стороны императорской власти, и на тех, кто возражал этой моноэнергетской формуле, были воздвигнуты гонения. Они оказались изгнаны из Византии, среди них оказался и святитель Сафроний, который лишь позже вернулся в Иерусалим и стал патриархом. В течение VII века было несколько фаз развития вот этого моноэнергетского учения. Сначала оно встретило сопротивление со стороны православных полемистов, и оно могло привести, в конце концов, к возникновению нового разделения внутри церкви. То есть, пытаясь излечить старое разделение по поводу Халкидонского собора, император подвек церковь риску того, что в церкви могло бы возникнуть новое разделение, которое еще более усугубило бы ситуацию, и внутрицерковную, и политическую ситуацию. И потом было решение принято немножко спустить на тормозах продвижение этого учения о едином действии Христа. И лишь в конце своей жизни император Ираклий издал документ, в котором он заменил формулы единой энергии во Христе, единого действия во Христе, формулы единой воли во Христе. Так на место моноэнергизма пришел монофилитизм, учение, которое предполагает, с одной стороны, наличие двух природ во Христе, с другой стороны, наличие одной воли во Христе. Это учение также было воспринято в штыки православными полемистами, и тут уже как бы главным действующим лицом стал преподобный Максим Исповедник, который выработал учение, которое доказывало, что во Христе не только две природы, но и две воли, потому что эти воли принадлежат природам Христа, а не принадлежат его личности, его ипостаси, его лицу. Лишь в конце века, в конце седьмого века на шестом Вселенском соборе в 680 году это учение преподобного Максима Исповедника получило церковную поддержку. И было признано православным. Сам преподобный Максим до этого времени не дожил, и он умер в ссылке, он был сослан за то, что продолжал настаивать на правоте того учения, которое оказалось православным. Он был сослан в нынешнюю Грузию и умер, похоронен на территории нынешней Грузии. Преподобный Максим, его масштаб, его личности выходит далеко за рамки тех христологических споров, которые протекали в седьмом веке. Он был намного больше, чем та проблематика, которая занимала его современников. Безусловно, он занимался этой проблематикой, но при этом одновременно он также развивал православную мысль таким образом, что она стала основой фактически всей последующей богословской мысли. Он является самым крупным, пожалуй, богословом периода поздней античности. И мы сейчас вот должны коротко сказать о периодизации богословия. Преподобный Максим Исповедник и христологические споры в седьмом веке завершили цикл, богословский цикл, который в современной науке определяют как позднюю античность. Поздняя античность является продолжением классической античности, классической греческой и римской античности. Классическая античность – это языческая античность. Это период, когда государственной религией было язычество в Римской империи, когда в школах изучали древнегреческих философов, когда система образования строилась на этом, когда система государственного управления строилась на идеях античной философии. И это считается, что это период дохристианский. С периодом вступления Римской империи в христианский период, в соединение, принятие Римской империи христианства, начинается период поздней античности. То есть основы и образования, и философии, и искусства, и науки оставались теми, которые были заложены в период античности. Но поменялось немножко содержание и форма. Они христианизировались, они были перенаправлены на новые рельсы, так сказать. Они стали основой уже нового понимания и того, что есть наука, того, что есть искусство, того, что есть государство, того, что есть общество, того, что есть человек. То есть всего комплекса знаний, который возник в античности, но этот комплекс знаний был переосмыслен в период поздней античности. То есть период поздней античности, он является христианским. Но при этом он не сильно далеко ушел от периода ранней античности и по своему инструментарию. То есть философский язык, философский инструментарий остался прежним. Он был переиначен немножко, он был немножко переработан для того, чтобы соответствовать уже христианству. Мы можем определить окончание периода поздней античности как раз с окончанием христологических споров в VII веке. В период поздней античности сменился эпоха Средневековья. Средневековье, с одной стороны, продолжило период античности, с другой стороны, внесло новые черты в этот период. Обычно, когда мы говорим о Средневековье, мы подразумеваем западноевропейское Средневековье. То есть то Средневековье, которое возникло в Западной Европе. Оно связано с развитием схоластики, оно связано с развитием университета в Западной Европе. Однако мы также можем говорить о периоде Средневековья в восточной части Римской империи. Необходимо сказать, что именно в период Средневековья происходит разделение и политическое, и ментальное между Востоком и Западом. Период античности этого разделения не знал. Даже период поздней античности. То есть, конечно, люди понимали, что одни живут на Востоке, другие живут на Западе. А на Западе преимущественно говорили на латинском языке, но при этом понимали многие греческие. А на Востоке многие говорили по-гречески, но при этом понимали латынь. И даже система юриспруденции, например, была полностью построена на латыни. Император Константин, судя по всему, не знал греческого языка. Он говорил на латинском языке. Вся система законодательства, все кодексы права, которые возникали в Византии, так называемой Византии, они тоже были на латинском языке. То есть, образованный класс и на Востоке говорил на латинском языке. Поэтому таких резких различий между Востоком и Западом не существовало. Более того, не существовало еще восточной и западной идентичности. То есть, люди не идентифицировали себя с каким-то краем света. Они идентифицировали себя с Римской империей. Независимо от того, в какой части Римской империи они жили, восточно или в Запад, независимо от того, на каком языке они разговаривали. На греческом, на латинском, на сирийском, на армянском и так далее. И вот как раз для периода античности еще не характерно, даже поздней античности, не характерно вот этого жесткого разделения между Востоком и Западом. Если мы возьмем фигуру преподобного Максима Исповедника, то мы можем его считать отцом и восточной, и западной церкви. Потому что он сам родился в Константинополе, ну, по одной из версий его жития, по греческой версии жития. Он сделал себе карьеру при императорском дворе. Он был обладателем греческой ПДИ, образования. Вот. Но при этом, когда возникли гонения на православие в рамках монофилитизма, он бежал на Запад. Он бежал в Карфаген, который в то время был латино-говорящей частью Северной Африки. Он нашел поддержку в Риме, и для него совершенно не было проблем искать этой поддержки на Западе, потому что для него различия между Востоком и Западом еще не существовало, как и для большинства его современников. Он легко перемещался из одной части римского мира в другую часть римского мира. И поэтому его нельзя считать, например, восточным отцом церкви, потому что он был отцом церкви общим и для Востока, и для Запада. Еще раз хочу подчеркнуть, это была общая черта античности, в том числе христианской поздней античности. В эпоху Средневековья ситуация уже меняется. В эпоху Средневековья увеличивается водораздел между Востоком и Западом. Мы можем применить здесь немножко христологическую форму. Мы с вами говорили о том, что в христологии мы различаем, но не разделяем природы Христа. Так и в поздней античности Восток и Запад различался, но не разделялся. Но в период Средневековья уже начало происходить разделение между Востоком и Западом. Восток и Запад из географических понятий начали превращаться все больше в культурные понятия. Все больше начали становиться идентичностями, с которыми люди себя ассоциировали и, соответственно, выстраивали эту идентичность против другой идентичности. На Западе начали себя мыслить представителями западной культуры, западного сообщества, противоположного Восточному, а на Востоке, соответственно, против Запада. Нужно сказать, что этот процесс дифференциации между Востоком и Западом был инициирован, скорее всего, на Западе. Он был инициирован в рамках новых франкских династий мировингов и каролингов, которые пытались собрать разрозненные политические сообщества в Западной Европе после так называемого варварского нашествия и создать, возобновить империю. При этом эта империя, она должна была дублировать Римскую империю. То есть это создавалась не новая империя, а создавалась империя альтернативная византийская, которая претендовала на то, чтобы быть, собственно говоря, Римской империей. И для античного мира не могло сосуществовать нескольких империй. То есть то, что стало нормой, например, в период Средневековья или в период Модерна, когда сосуществовали несколько империй, например, Британская империя, Российская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя, это основные империи периода Модерна, в период античности это было немыслимо, это было невозможно, потому что В тот период могла существовать только одна империя, и это была империя римская. И вот, собственно говоря, началась борьба между Востоком и Западом на то, кто будет претендовать называться Римской империей. Либо Византия, либо Запад. Карл Великий, он предпринял ряд действий для того, чтобы присвоить себе право называться римским императором. Чтобы его государство называлось Римской империей. Тем более, что в его владениях оказался Рим. И здесь ему очень помогла римская церковь, которая с ним солидаризировалась и поддержала эти его политические устремления. Что, в свою очередь, заложило основу для того, чтобы усугублялось разделение между Востоком и Западом. Что, в конце концов, привело к разделению между Восточной и Западной церковью в XI веке. Но об этом разделении мы поговорим в следующей секции. Продолжение следует...